Всем привет! Вы на канале Рыбалки. Подписывайтесь на канал, а также не забывайте включать уведомления. Это колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. И конечно же не забудьте поставить лайк и повелиться данным видео с друзьями. Все полезные ссылочки смотрите в описании под этим видео. И сегодня по просьбе одного подписчика я решил сделать видео о своих зимних снастях. То есть подписчик мне написал, что у него там только мормышек обник на 12 тысяч рублей. Но у меня такой набор бомжатский, можно сказать. Такой набор начинающего. Только-только я начинаю. То есть два сезона, пока второй сезон пошел. Когда я более-менее так серьезно взялся за зимнюю рыболову. Ну и сейчас я вам покажу весь свой зимний рыболовный скарб. И друзья, не стесняемся, пишем комментарии, общаемся в комментариях поактивнее. Ну и в этом видео я вам расскажу именно вот конкретно по снастям, которые я использую, которые я с собой ношу. Вот так как у меня еще есть там несколько удочек, но я их еще не оборудовал. Но вот буду именно рассказывать по тем, которыми я пользуюсь. Вот более конкретно. И начнем вот с удочек. Вот у меня три удочки, которые оборудованы под мормышку. И сейчас каждую из них более подробно, более близко рассмотрим. Ну и вот начну с такой удочки. На Алиэкспресс заказал ее, но это, как мне сказали подписчики там в комментариях. Есть аналог такой, то ли у Салма, то ли у Рапала. Какая-то известная модель. Но в принципе вот это меня тоже устраивает. Здесь такая мягонькая. Она сама маленькая, очень компактная. И все здесь продумано. То есть вот здесь место под мормышечку, куда цеплять. Вот. Ну а она шла уже. Купал я ее. Шла с колечком. То есть не под кивок, а она шла. Вот. Колечко я удалил и пользуюсь вот кивочком. Очень легкая, очень удобная. Но единственное, вот ее такой... Ну была дискуссия у меня тут. Одно видео. Открытая или закрытая катушка. Вот. Открытая катушка. И что получается. Вот может видели, там с рыбалкой у меня видео. Очень часто вот сюда вот набивается снег. То есть я ее кидаю в снег. Снег набивается. Он может подтаять, потом замерзнуть. И очень тяжело по этому леску скручивать. Вот это, конечно, минус открытой катушки. Ну и следующие две удочки. Вот под мормышку такие вот бомбаечки. Вы уже видели у меня на обзоре. Идет она вот с такой вот ножечкой. Но я их как бы без них обхожусь. То есть их с собой не таскаю. Вот такая закрытого типа катушка. Вот что мне нравится. Тут железных элементов нет. Все пластиковое. Болт пластиковый. Очень она такая сбалансированная. Очень хорошо. Но вот единственный минус. Некуда вот цеплять мормышечку. И получается вот я вот так вот в блеску огибаю. И цепляю вот ее вот сюда. Но мне посоветовали в одном видео, где-то в комментариях написали. Найти кембричик нужно вот сюда насадить его на хлыстик. И за него уже цеплять. Но пока я кембрика подходящего не нашел. Резинку, думаю, смысла нету. Так как на морозе там она уже... У меня были уже резиночки. Но на морозе они рвутся очень хорошо. Ну и вот две удочки у меня таких. Одна на одной леска 0,1. На второй там потолще там 0,12 что ли. Так, ну и дальше у меня удочки для блеснения. Вот такая вот я уже показывал. Вот эти маленькие блесны. Обзорчик. Вот под маленькие блесенки, именно под окуню. Оснащен таким вот кивочечком. Леска здесь у меня 0,12. Так как блесенки маленькие, нужно, чтобы... Если будет очень толстая леска, то игра будет уже не такая. Ну, пока я еще не успел использовать. Ну, думаю, в ближайшее время вот походить с ней. Сейчас я выздоровел. То есть этот проболел. Чуть и полфевраля там 20 дней очень сильно. На рыбалку не хранил. Дальше вот такая вот удочка под блесны побольше. Уже идет, то есть под более большие блесны. Тут леска уже у меня 0,15 стоит. Вот, как видите, такая удочка тоже самоделка. Делал я ее не сам в магазине такую купил. Я вам скажу, для самоделки это дороговато. 160 рублей она мне стоила. Ну, я тогда только начинал, особо не разбирался. Вот тоже вот такая блесенка Онега. Буду тоже все это пробовать. Но начинать буду с маленьких блесенок. Так как там больше вероятности, что будет поклевка какая-то. Ну и тяжелая артиллерия. Вот такая вот удочка телескопическая. Это уже на крупную рыбу. Пока что с ней не ходил. Так как надо еще найти сначала места, где знать, где. Там действительно на крупную рыбу. Тут уже без кивка. То есть вот эта именно удочка у меня будет под балансиры. У нас, как я поспрашивал местных рыбаков, говорят, якобы на балансир окун не ловится. Якобы не приучен тут балансиром он. Ну, буду пробовать, буду пытаться иногда, иногда с собой захватывать. Если напарюсь на точку, где будет клевать на блесны, буду пробовать и на эту ловить. Катушка, удочка сама, это все с Алиэкспресс. Катушечка сошла с леской, и леска тут довольно мощная такая. Наверное, 0,25. Ну, по снаряжению немножко вот такие вот спасалки у меня. Пока, слава богу, им не пришлось воспользоваться. Но я уже как-то показывал где-то в видео эти спасалочки. И подписчик какой-то написал, что они не очень. Что якобы вот здесь, вот в этих местах они отламываются. Ну, я их немножко усовершенствовал, вот такие колпачки сделал. Чтобы, если они там в карманах, чтобы не портили куртку. Их снимать не нужно, то есть я уже как бы в одном видео делал. То есть, просто при ударе в лед, вот она вот так вот съезжает. Это трубочка. И зацеп у нас уже есть. Надеюсь, не придется мне их испытать. Надеюсь, все-таки они меня выручат. Если придется их испытывать. Ну, также у меня вот такая вот кормушечка есть. Пластиковая. Вот данная кормушка пластиковая, она рабочая. То есть, я как-то показывал уже в одном видео, что купил кормушку, которая не тонет. Тоже пластиковая. Вот это нормальная рабочая кормушечка. Из такого чувствуется сразу плотный пластик. Тяжеленькая. И также я вот оборудовал вот. То есть, от старой удочки взял. Взял кусочек плетеного шнура. Тоже вот и с помощью вот этого устройства. Удобнее ее доставлять к месту. Но лучше, конечно, взять с курочком. То есть, тогда намного удобнее будет. А тут у меня без курочка. Лучше взять с курочком. Удочкой. Чтобы ее опустили. Курочек нажали. И она пошла на дно. Ну, и теперь по приманкам. Вот у меня пока что всего два балансира. Я их не разловил. Балансир фирмы Аква. Айс Энджел. Цвет 19. Вес 13 грамм. Вот, как видите, уже я его немножко усовершенствовал. То есть, кембриджик сюда оранжевый нацепил. Кембриджик делается из трубочки, из-под сока. Вот посередине разрезается и легко надевается, не снимая крючка. У меня есть там в одном видео о полезных советах, как это делается. И вот такой вот тоже называется он. Сомик. Тоже фирма Аква. Размер 48 миллиметров. Вес 9 грамм. Рабочая глубина даже указана. От 0,3 до 7 метров. Но пока я, как я вам сказал, пока я их не разловил. И в этом сезоне пока новых еще не купил балансиров. Но зато в этом сезоне я приобрел много блесенок. Вот такие две трехграночки. Дорогие довольно, я считаю, 180 рублей. Одна с цепочкой. С одним крючком. И одна вот с тройничком. Весом по 5,4 грамма. Размер 40 миллиметров. Вот эту пробовал пока. Вот так немножко. На блесну я еще толком в этом сезоне не ходил. То есть, в основном на мормышку. Но сейчас буду пробовать. Вот еще вот такая блесенка. Есть. Тут вот свинец напаян. Ну вот эта часть темнеет. Ну, в уксусе, если подержать уксусе, то она, в принципе, приобретает опять цветлеет. Как и в свой прежний вид. Такая блесенка. Кто ловил на такую, пишите в комментариях, на такой тип. Как она вообще ловится. Так как по блеснению я вообще начинающий, можно сказать. Ну, и так же у меня вот с того сезона вот такая мормышница. Тоже с Алиэкспресс заказал. Двусторонние. То есть, с одной стороны открыли. Вот у меня еще три блесны таких маленьких под окуни. И четвертую вы видели уже вот на этой удочке. Вот вам продемонстрирую. Такая латунного цвета. Маленькая. Тут это мормышки для ловли корюшки. Донные запасные. И вот такой набор свинцовых мормышечек. Мне тут один подписчик написал. У него мормышек только на 12 тысяч рублей. Но я пока только начинаю. У меня такой бомжатский набор. Здесь вольфрамовые мормышечки у меня. Вот эти шары больше, наверное, на леща. Слишком тяжелые. Вот это у муравьишку. Муравья, каплю. Я, в принципе, использовал. И что-то у меня ловилось на них. На банан пока вот этот. Вроде как банан называется у меня. Он два вида. Золотой и медный. Вот такой вот. Пробовал ловить. Но тогда как бы клевого не было. Толком. Ничего сказать по ним не могу. Также вот чертик есть. Два чертика. Один вот отломался у него крючок. Один. Не знаю. Как бы вы напишите в комментарии. Есть смысл его использовать или нет. И вот такая вот тоже капля на крупного окуня. Тоже если найду точку, буду его пробовать. Ну и по ножам для ледобура. Вот сейчас у меня вот установлены вот такие скат. Я так понял, это ножи называется. И они меня устраивают. А здесь у меня внутри уже лежит тот, который в комплекте шел. Нож. Вот с такими болтами. Я уже на них функу накрутил. Так как они выкручиваются. Как их не закрути. Они выкручиваются. Сейчас ножи покажу сами. Вот такие ножи. Они идут для сухого льда. Идут в комплекте. Вот такой вот формы. Кто не видел. Но у меня лежат прозапас. Так как меня те устраивают пока. Как бы эти пусть лежат. И вот такой черпак у меня. Взяла его с кухни. И считаю это самое надежное. Так как покупной у меня. Один просто отвалился. Одна ручка осталась. Деревянная сама насадка вот эта слетела у меня. По когда я шугу вытаскивал в лунку. Слетела. Пластиковый я тоже покупать не хочу. Я так посмотрел, когда в магазине. Один уже сломан был. То есть они довольно хрупкие. А это как бы самый надежный вариант. Нержавеющий. Вот сколько наши деды и отцы такими в основном пользовались. С кухни брали. Вернее в то время только такие и были покупных. И не было в продаже практически. Ну на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан. Ставьте лайки. Пишите в комментарии. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.